Лео, ты чего? Не смог выключить будильник, что ли? Лео, давай просыпайся уже скорее. Время 9 утра. Ты сейчас опоздаешь на пары, точнее уже опоздал, чтобы ты меня потом не обрыгал. Ой, ну и не то, и не другое. Лео, так, если сейчас не сработает подушка, я уже не знаю, что делать. Алло, гараж, куда так спать-то уже? Я разговариваю вообще-то не в полтона даже. Так, почему бы эти Рики, как обычно, не орут в такой нужный момент? Ты же так не обх... не обх... Ой. Силья, ты что натворила? Я ничего не вижу одним глазом. Только не говори, что у меня течет какая-то сопля. Я что настолько простудился? Я говорил тебе не открывать окно. Лео, это не твоя сопля. А, ну это не сопля, ну слава богу, это моя сопля. А что ты молчишь? А что я должна говорить? Прости. Куда ты упала? Я спряталась вообще-то. Хватит прятаться так моментально. Силья, алло. Ну, Лео, ну мне стыдно, я не знаю, как загладить свою вину. Приготовить мне завтрак. Ну ладно. И еще испечь мне бургер. Лео! Ну ладно, это на ваше усмотрение. Как мне смыть твою соплю блестящую? Ты что, блестками чихаешь? Кстати, я нашла новый способ, как тебя будить, спасибо. Силья, я от такого способа, думаю, иду из дома, если честно. Да уж, веселое утро. Приветики-секретики. И вы сейчас на моем канале Секрет Тока. С вами я, Силья. И у нас сегодня будет влог нашего дня. А если точнее быть, то нашего утра и дня. До вечера, как обычно, ничего не дойдет. Таковы мои влоги. Приятного просмотра. Лео, что у тебя случилось? Ты не отмыл соплю? Блин, я про нее уже забыл. Лео, как-то не смешно. Ну, давай, это, смой все-таки. Ты же так не пойдешь в офис. О, моя любимая яишка. Сколько вообще времени, Силья? Ну, уже тогда девять. Сколько время? Лео, у тебя немножко голос осип. Мне кажется, у меня его вообще теперь нет. Ты зачем так кашлял-то? Лео, давай без шуток. Я пошел собираться. Только одевайся теплее, да? Чтобы тебя не простудило. Лео, может, ты все-таки уже свое нормальное состояние адекватное превратишься? Или у тебя тик случился? Я не знаю, как это еще называется. Стоп-кадр на твоем лице. Нет, ну с таким лицом тебя точно выгонят. Лео, с тобой что вообще? Короче, все, ладно, иди на работу. Я уже устала. О! Может, так тебе станет лучше? Гули-гули-гули. Но, блин, я ведь только недавно еще снег был. Когда-нибудь я точно приеду жить в северную страну, либо в самую дружину. Ну все, хватит гулять, что идемте уже домой. Ванну. Или если бы то еще будете ждать след. Так, нужно забросить какие-нибудь вещи в стирку. На этот костюмчик линсерал. О, господи. Порошка-то. Дэнс, дэнс, дэнс with my hands, hands, hands. Ой, извините, просто сериал сейчас смотрю такой интересный. Все, пускай стирается. Что? Стоп. Бетти? Только не говорите, что это Бетти там. Бетти, моя милая. С тобой все хорошо. Извините, это просто слезы от того, что я в шоке. Что сейчас только что произошло. Бетти, моя милая, я так за тебя испугалась. С тобой все хорошо. Хорошо. Тогда. Да. Фух, выговорилась. Теперь-то можно и по делам. В общем, сегодня у нас будет практика. А если бы точнее, мы теперь будем ходить только на две пары. Остальные два часа или даже два с половиной часа мы будем проводить за нашими фильмами, которые должны будем снять. Одна неделя на снятие всего этого, а вторая неделя на то, чтобы все это смонтировать. Сегодня вы увидите, что мы будем снимать. Так что я уже поскорее одеваюсь и выхожу. Всем привет. Привет, Силия. О, привет, Мэри. Как ты? Все хорошо, а ты как? Тоже нормально. Я сейчас приду. Ага. Силия, привет. Привет, Авани. Можно с тобой поговорить немного? Ну ладно. Я бы хотела извиниться за то, что устроила, или если бы ты же не устраивала весь этот сыр-бор. Ты на самом деле клевая, и я тебе очень много завидовала. Извини. Да, без проблем. Все хорошо. В общем, там много всего. Ты не против начать все сначала? Пожалуйста. А, Вани, да без проблем. Я только рада, что у нас все наладится в нашем коллективе. Так что давай начнемся сначала. Спасибо. Майлз, привет. О, привет, Силия. Рада, что ты вышел с больничного. Да, спасибо. Надеюсь, больше ты так долго не будешь заболевать. Ага, а то мы без тебя с ума сошли. Я, по-моему, заметил. Дети, на места. У нас теперь преподает одно из важнейших пар. Капец. Воздавшие, побыстрее заходим. Так, мы приступим к нашему уроку. Как мы знаем, мы начнем, конечно же, с объяснения практики. Итак, пишем в своих блокнотиках, где вы вообще записываете об этом уроке что-либо. Итак, пишем практическая работа. А если бы точнее, теория практической работы номер два. Или какая она у вас там, я не знаю. В общем, далее мы пишем пункт один. Приборы и материалы, а также цель. Уточним или, если бы точнее, уясним цель нашей всей работы. Давайте, может кто-нибудь знает ответ. Так, допустим, цель нашей работы это научиться быть режиссером. Потому что, по сути, каждый из нас должен сделать свой какой-то проект. Вложить туда особые свои силы. Ну, в общем-то, мы поняли. Главная суть в том, что мы должны напрактиковаться на том, с чем мы хотим связать наше будущее. Мы все идем на режиссера. По крайней мере, ваш факультет называется режиссер-постановщик. То есть, вы будете ставить какие-то проекты, создавать. У вас может быть и второстепенный персонаж. В данном случае мы работаем сначала с второстепенным персонажем. А затем мы уже научимся в следующем году работать самостоятельно. Одни, набирать команду любую. Даже можно будет или не можно будет, а надо будет набирать команду из совсем других людей. Знаете, мне даже понравилось, когда учительница у нас вела сегодня теорию. Наверное, самый лучший педагог из всех, которые здесь преподают. Ну, с ректором, конечно, никто, наверное, не сравнится сильно. Но с ректором-то понятно. Ладно, наверное, нужно приступать к работе, потому что время ограничено. Вообще-то нет. Но 24 часа мы не можем работать. Да, поэтому нужно уже спешить. Ну, хорошо. А вот кто твоя команда. Привет, привет. О, ты Майлз, да? Который бывший мэри. Пожалуйста. Ой, да. Ладно, извини, нам нужно идти уже работать, приступать к нашим задачам и целям. Да, хорошо, нам тоже, наверное. Привет. Приветики. Ну, в общем, мы пошли. Ну что, над чем будем работать? Мэри. Да. Сейчас, подождите. Давайте приступать. О, привет, Рикки. Привет, Бетти. Они убегают. Установить, наверное, камеру. Из-за таких приборов, которые у тебя есть, я думаю, у нас будет хорошее качество. Это уже прибавит нам 1 балл. Наши оценки. Да. Я тоже очень рада, что занимаюсь блогерством. У меня такая вещь есть. А кто ты, кстати, тот парень, который мэри? Это друг. Они познакомились на катке, когда мы ходили кататься вместе с Кейси. Кейси. О, Кейси. Приветик. Привет. Ты как? Нормально. Проходите. Слышала, вы тут про меня разговариваете. Привет, Кейси. Да, мы так. Привет, Маус. О, привет. Лео должен сейчас тоже подойти. Вам ролик на сколько нужно снять? На 2 минуты? Менее 3 минут нельзя. У нас есть небольшое содержание. Так что не переживайте, мы будем следовать по пункту плана. Вы, в принципе, все самое важное уже знаете. О, вот и Лео пришел. Приветик всем. Привет, привет. Итак, я буду здесь являться режиссером-постановщиком. Ты будешь девушкой, на которой будут проверять эту всю рекламу. Ага. Вы будете сам рекламодатель, который предложит это все дело. А вы будете ее мужем. В смысле? Ты что, решила нас поженить? Лео, это же просто игра. Тем более, я сама тебе за сни поставила. Может, немножко поменяем роли? Ну, если вам некомфортно. Да. Ну, хорошо. Ваши сценарии. А у меня только одна реплика. Муж не часто появляется в кадре, но у него достаточно смешное вторжение. Вот это да. Да, я знаю, мы сценаристы вместе с Майлзом. А Майлзу-то раздайте бумажку, он тоже участвует. Вот эта бумажка присуждается Майлзу. Первый кадр будет у нас на улице. Так что, Лео, оденься потеплее. Ты же говорил, он не приодеться. Вот так тебе нормально. Пойдем. Отвечающий за свет. Дженни, давай, у тебя ответственная миссия. Угу. Раз, два, три. Мотор. Здравствуйте, дорогие наши друзья и гости мероприятия. Мотор. Тим, здравствуйте, сегодня на рекламе у Шазами. Шазами, это я, сегодня мы с вами. И посмотрим, насколько они оценят качество наших. Чего там, я не помню. Лео, ты издеваешься. Сначала дубль четыре. Мотор. Здравствуйте, сегодня вы со мной, Шазами Масазами. Девчоночки, пишите мне в токограммчик. У горячего Шазамчика горячие чебуречки. Расскажите, пожалуйста, вкусные ли у нас чебуречки. А вы кто? Чебуречки, речки, это фильма просто шиксовательная. Еще раз этот момент. Дома дубль двадцать пять. Чего балдопина? Должен работать, работать, работяга. Извиняюсь, просите меня, просите. Да не сейчас краснеть надо. Да мне жарко. Еще чего. Все, камин уже погас. Угля. Толкать лево, только это, вовремя. Чтобы это. Что-то у меня в печке неладное. Слышу голос из прекрасного. Далеко. Зовет меня в чудесные края. Здравствуйте, чебуречки, речки, сазами. К песенку врубать. Хорошо, все будет хорошо. Чебуречки, речки, речки, заходите. Хорошо, все будет хорошо. Чебуречки только в самых лучших речках. О, в чебуречках. Еще. Все, стоп, стоп, стоп. Шикарно. Можно спрыгнуть. Да, Майя, спрыгивай. Фух, спасибо. Все, стоп. Потом доснимем. Фух, ага. Уже девять вечера, так что времени совсем нет. Спасибо вам огромное за работу всем. Было все шикарно просто. Завтра встречаемся в это же время. А, нет, я завтра не смогу. Дженни, вы сможете? У меня завтра школа будет. С дополнительными уроками. Ну, тогда завтра у нас будет, так скажем, прогул. И в среду встречаемся. Хорошо. Договорились. Дженни тебя сейчас заберут. Постой, побудьте пока что с нами. До скорой встречи. Угу. Нескомковый больше мой сценарий. Это так круто. Ты еще хочешь, Дженни, быть режиссером-постановщиком? Да, Силия, это очень классно. Я тоже хочу теперь на такую профессию обучаться. В общем, сейчас, ребята, как вы можете заметить, выкинь ты уже свой чемодан. У нас начинается все самое интересное в институте. Начнутся вот такие практики. И я так понимаю, этот год будет очень насыщенным. Мне уже не терпится, если честно, все это просмотреть. Ну, а вы можете ждать следующих частей из бэкстейджа, так скажем, нашей вот этой вот работы. С вами была я, Силия. Вы были на канале Сикрет Тока. Также еще было очень много моих друзей. Мне их всех перечислять долго. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А в комментариях пишите, хотите ли вы увидеть продолжение. Ну, либо какую-нибудь идею для видеоролика. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. Пока-пока, ребята.